В доме пенсионерки Надежды Тумановой много гостей, в их числе члены общественного совета Химки интересно жить Михаил Раев и Ирина Беляева. Они навестили химчанку, чтобы задокументировать ее воспоминания о войне. Проект виртуальный музей был создан во время пандемии, когда добровольцы помогали ветеранам соблюдать режим самоизоляции. Тогда и возникла идея задокументировать воспоминания очевидцев войны. Надежда Туманова встретила войну в трехлетнем возрасте с сестрой и родителями. Она до сих пор помнит, как, будучи ребенком, провела детство под обстрелами и в окружении бесконечного страха. Все, кто выжил во время войны, выжили благодаря, вот дети блокады, это выжили только благодаря родных, родителей. И у нас, я не знаю, председатель Егоров такой, Владимир Иосифович, он только что умер, наш был председатель, написал прекрасное стихотворение. Мне говорили, я не воевал и для врагов не создавал преграды. Ну, действительно, не воевали мы, но кто, как мать, вы же ведь за своих, вы его ребенка раздерете на мелкие части. Отца Надежды Тумановой не стало в 1942 году, погиб, защищая город. Вместе с матерью и сестрой она пережила все ужасы блокады, голод, холод и страх смерти. После войны жительница Ленинграда переехала в Химки вслед за мужем ракетостроителем. Сегодня пенсионерка, председатель Химкинской общественной организации блокадников Ленинграда. Берегите то, что есть вокруг, берегите то, что родину свою, потому что лучше родины ничего нигде все равно не найдете. Теперь история Надежды Тумановой станет частью виртуального музея раздела живые голоса. Историю ее жизни смогут услышать будущие поколения. Добровольцы записали уже более 70 интервью свидетелей войны. Всего в Химках живет более тысячи очевидцев и участников тех страшных событий. С многими из них мы стали просто настоящими друзьями. Я уже не раз к некоторым возвращалась, в том числе поздравляла вот с праздниками сейчас, с 8 марта и с 23 февраля. Многие из них узнали от меня о том, что существует вот такая возможность обратиться на горячую линию, тоже стали оставлять заявки, если что-то нужно. Виртуальный музей размещен на сайте himkipobeda.ru. Ежедневно его пополняют новыми фотографиями, документами и свидетельствами очевидцев. Ведь пока мы помним историю, подвиги людей и какой ценой ковалась победа, крепка и вера в мирное небо над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова